Универнез приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. О чем говорила со студентами КФУ Ольга Боротнева? Почему Инсталайф набирает обороты? Кто стала женщиной года в Казанском федеральном? Специальные корреспонденты, ведущие телеканала Министерства обороны Российской Федерации «Звезда» Ольга Боротнева рассказала студентам Казанского университета о том, с какими сложностями приходится сталкиваться с журналистом. Несмотря на все трудности, она очень любит и ценит свою работу. Анна Глазунова узнала все самое интересное. Пообщаться с корреспондентом и ведущей телеканала Министерства обороны Российской Федерации «Звезда» Ольгой Боротневой смогли студенты-журналисты. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялся мастер-класс. Есть такое выражение – полюби то, что ты делаешь, и тебе никогда не придется уже работать. Вот к счастью, мне кажется, я пришла к этому. Я действительно люблю то, что я делаю, хоть я устаю. Бывают такие командировки бессонные, когда ты не успеваешь о себе подумать, не то что там отдохнуть, в принципе просто перевести дыхание, но я все равно счастлива. На ее счету опыт работы на таких телеканалах, как ТНВ, КЗН, НТВ, а также на радио «Новый век» и «Милицейская волна». Сейчас она работает на телеканале «Звезда», ведущей и специальным корреспондентом. Вот мои тексты, например, они узнаваемы в нашей редакции. Есть даже такое выражение – бороднизмы. Моя фамилия Бороднева. Ну вот все привыкли, то, что я играю словами, и вот появилось такое выражение. Это очень приятно. Значит, я какой-то свой стиль уже выработала. Мне кажется, к этому надо стремиться. Ольга освещала такие мероприятия, как военные операции в Сирии, Олимпиады в Южной Корее, восхождение на броневиках на Эльбрус, арктический поход по Северному морскому пути и даже пилотирование военного самолета. Совмещать в себе профессионализм, стойкость, отважность, но при этом оставаться женственно изящной – очень сложно. Но у Ольги это получилось. Я пришла к такому моменту, вот такой золотой середине, балансу, когда мне удается совмещать творческую работу как автору, как специальному корреспонденту на месте событий, быть в гуще этих событий в эпицентре и в то же время на второй неделе быть ведущей. На вопрос, как удается оставаться хорошим корреспондентом и ведущей, и при этом быть заботливой мамой, Ольга немного растерялась. А вот сын своей мамы очень гордится, считает ее не только популярной, но и очень внимательной мамой. И вот я суверец, и в моем взводе ее все знают и все смотрят. Все. Мы в разные страны ездим. Например, недавно, летом, в прошлом, мы ездили во Францию. Да, она очень заботливая. Студенты активно задавали вопросы о сложностях работы, о том, как удалось достичь таких высос в карьере. За время мастер-класса студенты узнали много полезной информации и услышали ответы на все интересующие вопросы. Анна Глазунов, Владимир Нелюбин, Универньюз. С большим успехом стартовал новый спецпроект в Инстаграме для абитуриентов. На прямую связь 6 марта вышла в Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Как это было, смотри далее. Более часа длился 6 марта очередной инсталайф Казанского федерального университета, посвященный вопросам поступления в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Леонид Толчинский отметил, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского университета самая большая в Поволжье и одна из крупнейших в России медиашкол. Здесь уже на протяжении 56 лет готовятся профессиональные журналисты, специалисты в области связи с общественностью, рекламных технологий и медиакоммуникаций, а также в области телевидения и национальной журналистики. Выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ очень востребованы на рынке труда. Звезды, силоветы, федеральные журналистики учились здесь. Они сегодня в горячих точках. Вообще, что называется, путь в медиазвезды здесь протоптан. В ходе ответов на вопросы абитуриентов, директорат Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ рассказал о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления на бюджетное отделение по различным направлениям, а также требуемых экзаменах и внутренних испытаниях. Стоит отметить, что запись будет доступна в течение суток для просмотра всем желающим в Инстаграм-профиле Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Активное участие представительниц слабого пола в научной, социальной и общественной жизни КФУ стала нормой повседневной жизни. За неоценимый вклад в развитие университетского потенциала были награждены почетными званиями сразу несколько университетских сотрудниц. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Красивая традиция вручать награды представительницам прекрасной половины коллектива в преддверии Международного женского дня была давно заложена в Казанском университете и бережно сохраняется общественной организацией Лига женщин. По звуке классической музыки торжественную церемонию открыл первый проректор КФУ Рияс Минзарипов. А я хотел бы сказать о том, что женщины университета вносят очень большой вклад в жизнь, в дела университета. Также Рияс Минзарипов стал первым, кто был удостоен чести поздравить победительницу в номинации «Женщина. Пример служения Казанскому университету». Ей стала Ася Аминова, профессор Института физики. Не смолкает. Всего подобных номинаций было 11, в каждой из которых отмечали различные заслуги сотрудниц КФУ. Я работала в университете, преподавала, учила студентов, растила детей, немножко внуков. К слову, приглашение для поздравления всего проректорского корпуса университета тоже является доброй традицией. Вы знаете, у самых хороших и добрых слов у них у всех женское начало. Посмотрите, семья, любовь, наука. Казанский федеральный уже пятый раз провел конкурс «Женщина года». И с каждым годом данный конкурс только набирает обороты. Главное условие – жизнь всех участниц должна быть связана с альмоматом. Без творческого начала нет и научного начала, поэтому я очень люблю и творчество, и творчество в работе очень сильно помогает. Сегодня представлены здесь мои картины. Я очень счастлива, потому что раньше картины, я их как-то не выставляла, все-таки это больше для души. Я счастлива, что в университете есть такая возможность показать, поделиться своими творческими порывами в рамках такого прекрасного праздника. Адель Шамилова, Роман Замарин, Универньюз. Студенческая весна уже пришла в Елабужский институт Казанского федерального университета. Какие факультеты открыли фестиваль и как он прошел, смотри, в нашем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал фестиваль «Студенческая весна». Он был открыт выступлениями факультета иностранных языков и инженерно-технологического факультета. С первого дня зрители были заряжены атмосферой и невероятной энергетикой. Это моя первая студия весна, и это просто нереально на самом деле. Те эмоции, которые испытываешь ты за колесами, те эмоции, которые испытывают в зале, это такая бура на самом деле, это очень здорово и очень круто. Инженерно-технологический факультет представил пародии вирусных видео и театральные постановки. В зале царил задор и хорошее настроение. Факультет иностранных языков, в свою очередь, помимо танцев и песен, поставил оригинальную театральную постановку, затронувшую глубокий смысл и актуальные проблемы современности. Было очень ярко, было очень интересно. Два совершенно непохожих друг на друга факультета выступили. Техфакт, как всегда, удивлял нас своими технологическими, какими-то интересными приемами. Факультет иностранных языков, как всегда, нас удивил разнообразной палитрой, колоритом. Костюмировано все было, очень ярко, очень театрализовано. В общем, в их стиле очень было здорово. Праздник студенческой весны придет в Казанский федеральный университет 12 марта и продлится до 20 числа. Артем Тупичкин, Универньюз. Серия сюжетов про музей Николая Лобачевского Казанского федерального университета продолжается. В преддверии Международного женского дня тема должна быть особенной. Подробнее расскажет Олег Кашин. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета совсем недавно закончилась выставка «Современники», которая была посвящена жизни Казанского университета. В экспозиции выставки, кроме произведения искусства, были и предметы быта людей 19 века. В преддверии Международного женского дня хотелось бы рассказать именно про предметы женского гардероба. На выставке было представлено платье, которое, несомненно, можно назвать роскошным. Однако, если посмотреть на портреты Александра Фукса и сравнить наряды, то можно понять, что первое платье было домашним, а не бальным. Кроме платья в музее имеются и аксессуары, такие как перчатки, веера, кулоны и другая бижутерия. Все это позволяет понять, как именно одевались девушки Казани в 19 веке. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире. Встретимся после праздников.